Здравствуйте, милые мои козероги! Добро пожаловать на канал про астрологию! Меня зовут Виктор, а это ваш астрологический прогноз на следующую неделю, с 15 по 21 апреля. Достаточно много разных событий может вас поджидать. В пятницу солнце меняет знак зодиака. Давайте поскорее разбираться в подробностях. Наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые прогнозы. Мы начинаем! Понедельник и вторник. Луна в знаке зодиака. Рак в вашем седьмом доме гороскопа. А это замечательный дом, дорогие козероги. Все, что связано с отношениями, с браком, с вашим любимым человеком. Луна в раке будет усиливать романтическое настроение. Вы захотите обнимашек, целовашек, куда-то выбраться вместе со своим любимым человеком, либо посидеть дома просто при свечах, накрыть какой-то вкусный стол, ужин, что-то подарить своему любимому человеку захочется. Может быть, вы уже будете что-то заказывать в магазинах и что-то потом подарите. Так что это замечательное время, эти два дня, чтобы уделить его действительно своей личной жизни. Если вы одинокий козерог, то здесь, опять же, обостряется интуиция. Вы можете послушать свой внутренний голос, как он говорит, так и нужно делать. Хотите пойти на свидание в понедельник и вторник? Идите, раскрывайтесь, будьте открыты к новым знакомствам. Если вы все-таки еще чувствуете, что не готовы, что сейчас не время, то лучше провести эти два дня в кругу тех людей, которые вас поддерживают и принимают такими, какие вы есть. Это будет самый оптимальный вариант. Затем, луна в раке – это перепады настроения. Вы можете и капризничать, и показывать свои бу-бу-бу, «Мне это не нравится, я этого не хочу», и, наоборот, радоваться и смеяться. Вот такое, может быть, такая, знаете, некая шкала настроения, которая будет то в одну сторону, то в другую вами управлять в понедельник и вторник. Настроение может поменяться из-за каких-то судебных процессов, из-за каких-то юридических дел в понедельник и вторник. Может быть, вы разводитесь, или, наоборот, вы будете заключать брак, и будете вот то смеяться, то плакать, что же мне делать, что же мне делать. Затем, седьмой дом – это переговоры, интервью. Если кто-то из вас ищет работу или намечается какое-то собеседование, все должно пройти удачно. Главное – сильно не нервничать, иначе опять будут какие-то эмоциональные качели, козероги. Ну и также, луна в раке – усиливаются материнские чувства. Кто-то из вас захочет понянькаться с племяшкой, с внуком понянькаться, погулять, потеребить за щечки, либо со своими детьми больше им уделить время. Захочется как-то их опекать больше в понедельник и вторник, защищать их от чего-то, следить за ними постоянно. Вот в понедельник и вторник будет такая у вас энергетика. Как-то так. Среда и четверг, козероги, луна в знаке зодиака лев в вашем восьмом доме гороскопа. Вы захотите поскорее избавиться от каких-то кредитов, от долгов, от ипотеки. Хотя, правда, быстро избавиться от ипотеки – это навряд ли, но все равно захочется больше проявлять активности в этом плане, решений каких-то принимать, действий. Все. Я закрываю в этом месяце кредит. Все. Я больше не беру деньги в долг. Все. Я начинаю жить по-другому, без всякой финансовой помощи со стороны банка. Также восьмой дом – это получение наследства. Это переводы какие-то вам на карточку. Может быть, это премии, может быть, это расчет, может быть, это какие-то льготы, дотации, командировочные, любые какие-то деньги. Может быть, вам просто муж перечислят, знаете, на карточку кинет, скажет, вот, дорогая, тебе пять тысяч, иди сходи, купи котлеты. Может быть, и так пройдет среда-четверг. Затем луна в альве – это хорошее время для того, чтобы поговорить с начальством, чтобы оно, наконец-то, вас заметило. Поговорить о карьерном росте, поговорить о каких-то мотивациях, поговорить о смене графика. Или, может быть, вы вообще хотите как-то, не знаю, наоборот, побольше себе работы взять, чтобы больше вам заплатили. Вот любые какие-то разговоры с начальством, с вашими предложениями по работе, должны пройти хорошо в эти два дня. Ну и также луна в альве – это приукрашивание действительности. Вы можете одеть такие розовые очки и сказать, да все хорошо, все прекрасно. Вот как будто, знаете, что-то происходит не так, что-то вокруг вас ломается, или что-то выходит из-под контроля, но вы уверены, что все это пройдет само собой. Вот это очень важно, козероги, заметить, что само собой что-то пройти не сможет. Вам придется снять эти очки, посмотреть реальности в глаза и сказать, что все. Засучив рукава, решать эту проблему. Не стоит в среду и в четверг что-то перекладывать на потом. Ну и также восьмой дом гороскопа – это какие-то тайные секреты. Вы можете узнать какие-то сплетни про себя, про начальника, про вот эту маньку с другой смены, еще про кого-то. Но опять же, да, все зависит от вас, как реагировать будете на эти тайны, на эти секреты. Ну и, конечно, свои секреты не выдавайте в среду и в четверг. Иначе кто-то может проболтаться. Пятница. Солнце переходит в знак зодиака Телец в вашем пятом доме гороскопа и останется там до 20 мая, дорогие козероги. Во-первых, все, что связано с творчеством, с самореализацией. У вас появится возможность что-то себе купить, какие-то курсы, чтобы повысить квалификацию. Либо пойти обучаться на кого-то, учиться на кого-то, может быть, вы решитесь. Пойти на стажировку куда-то и заплатить за эту стажировку. Тяга к материальным ценностям, когда солнце в Телеце. Вот почти целый месяц вы будете думать о том, как себя обеспечить, как прийти в эту стабильность, как сделать так, чтобы больше заработать, куда пойти, чем заниматься. Как будто вы будете искать, знаете, варианты, где больше платят денег. И, возможно, кто-то даже из вас в этот период поменяет вообще работу. Затем, солнце в Телеце это успех в искусстве, если вы занимаетесь творчеством, дизайном, если вы лепите из глины, рисуете картины, поете, пляшете. Все, что с этим связано, должен прийти успехом в течение этого месяца. Поэтому проявляйте себя, ничего не бойтесь, идите только вперед. Кто-то вас заметит, либо больше у вас станет каких-то клиентов, больше станет поклонников, больше станет людей, которые вдохновляются вами. Будьте открыты, козероги. Также солнце в Телеце это хорошее время для бизнеса, для финансовых вложений. Если вы планируете открыть свой бизнес в этот период с 19 апреля по 20 мая, то будьте все равно поаккуратнее, потому что ретроградный Меркурий до конца апреля ничего дорогого покупать не надо, какую-то недвижимость, машину, какую-то технику дорогую. Лучше отложить это все на начало мая. Но если вдруг так вот все уже, никак, по-другому, нужно срочно покупать, читайте внимательно документы, потому что, когда ретроградный Меркурий на нас воздействует, ошибки в документах в основном появляются. Ну и также мы становимся упорными, выносливыми, мы действуем целенаправленно, вот прям поставили цель, и вы к ней пойдете, потому что сила, вот эта энергия солнца в Тельце, она будет вас провоцировать на пробивание, знаете, вот вижу цель, не вижу препятствий. Это может касаться творчества, это может касаться спорта, если вы спортом занимаетесь, должен прийти к вам успех в течение этого месяца. Вот что-то, знаете, как будто вы зарядитесь какой-то энергией, увидите свою цель, что она вот, она близко, вот мне просто руку протянуть, и все, и я, наконец-то этого добьюсь. Поэтому все зависит только от вас, козероги, как себя настроите, так путь и пойдет. Ну и также, пятый дом, это все, что касается романов, любви, удовольствия. Если вы одинокий козерог, то, возможно, вы встретите покровителя, либо человека, который зарабатывает больше, чем вы. Ну и также захочется купить себе что-то хорошее, красивое, дорогое, и роскошное. Солнце в Тельце будет к этому призывать, поэтому опять напоминаю о том, что лучше покупать все в начале мая и не особо тратиться с деньгами, потому что они все-таки вам потребуются. Пятница, суббота и воскресенье, луна в знаке Зодиака Дева в вашем девятом доме гороскопа. Возможно, кто-то из козерогов уже планирует отпуск, либо какое-то путешествие, какую-то поездку в ближайший месяц-два или даже неделю. Вы будете искать информацию про это место в интернете, в буклетах, в журналах, либо просто у кого-то будете консультироваться, там, допустим, какая-то малька съездила на Кипр, и вы такие, ой, а как ты там? А что там? А расскажи, а вот как там вообще, куда можно сходить? Может быть и такое. Девятый дом гороскопа это высшее образование, изучение чего-то нового. Вас может потянуть на поиски информации, которая может вас поднять, ваш уровень образования или ваши знания какие-то. Поэтому здесь любая информация в пятницу, субботу и воскресенье у вас быстрее заложится под коркой, так сказать, вы ее запомните. Юридические дела и суды. Здесь тоже нужно будет навести порядок и расставить все по местам. Может быть, нужно оплатить штраф будет в ближайшее время, иначе вы никуда не поедете, вас не выпустят. Либо что-то решить, подписать какие-то бумаги юридические придется. Луна в деве это внимание к пище, к пищеварению, все, что с этим связано. Хорошее время, чтобы сесть на диету, дорогие козероги, в эти три дня. Либо поменять свое отношение к режиму питания, либо обогатить свое питание витаминами, микроэлементами, брать консультации у диетологов и все, что связано с едой. Вот это хорошее время, чтобы обратить внимание. Ну и также Луна в деве не лучшее время, чтобы выяснять отношения с любимым человеком, потому что она, Луна в деве, будет усиливать концентрацию над ошибками вашего любимого человека. Раздувать из мухи слона вы можете. Просто что-то он сделал не то, все, вы взрываетесь. Взрыв на птичьей фабрике, все уничтожены, вы победитель. Вот такого не должно быть в пятницу, субботу, воскресенье, поэтому, пожалуйста, сохраните спокойствие и если все-таки вы хотите что-то выяснить в отношениях, перенесите этот разговор на следующую неделю. А в выходные лучше все-таки подумать о путешествиях, подумать об отпуске, изучить что-то новое, решить какие-то юридические вопросы и, возможно, даже дать кому-то очень важный совет. Дорогие, милые мои козероги, я желаю вам на следующей неделе, чтобы в ваших личных отношениях все наладилось, все было хорошо, чтобы вы смогли пойти на свидание, если вы еще одинокий козерог, и встретить, так сказать, свою любовь. Также, желаю вам решить все свои вопросы, связанные с кредитами и долгами. Ну, а выходные дни посвятите какому-то развитию, прочитайте что-то интересное, запланируйте какую-то поездку, путешествие, вам пойдет это только на пользу. Спасибо большое всем за просмотр, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, а также пишите комментарии под этим видео, я с удовольствием их почитаю. Еще раз, дорогие козероги, желаю вам удачи в личных делах и поскорее разобраться со всем, что вам мешает в финансовом плане идти вперед. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok